Добрый день! И мы на этой неделе находимся с вами в недельной главе БО. Мы находимся в трех последних ударах Бога по Египту, и после них, после последней десятой казни первенцев, фараон призовет к себе Маша Иерона и скажет, поднимитесь и выйдите из среды моего народа, и вы, сына Израиля, и идите уже служите Богу, как вы говорили. Но этой заключительной казни предшествует уникальное событие. Именно в этот момент, еще в Египте, Всевышний дает евреям первую из наших 613 заповедей. И сказано в нашей главе, и сказал Бог, обращаясь к Маше Иерону в стране египетской так, месяц это для вас, начало месяцев, первый он у вас из месяцев года. И раскрывает нам Раше смысл сказанного, что Бог указал ему на Луну в ее обновлении, в фазе новолуния, и сказал ему, всякий раз, когда Луна обновляет, это будет для тебя началом нового месяца. И стих никогда не лишается своего прямого смысла, пишет Раше. И он сказал ему о месяце Ниссан, это будет первым месяцем в ряду месяцев, от него нужно вести отсчет, так что Ияр будет назван вторым, а Сиван третьим по счету месяцем и так далее. Таким образом, одним речением нам дана даже не одна, а две заповеди. Нам вменено обязанность и дано право определять начало месяцев, и нам заповедано вести отсчет месяцев от выхода из Египта. Именно поэтому параметр Бог определил для нас первый месяц и начало отсчета месяцев в году. И вот пару дней назад был Рош Ходеш месяца Шват, и месяц Шват 11 месяц года, и через два месяца у нас месяц Ниссан, тот самый первый месяц года. Поэтому я решил остановиться на этих двух заповедях чуть поподробнее. Итак, первая заповедь, которую получили евреи, это заповедь устанавливать Рош Ходеш, главу каждого месяца. До этого в мире с его самого начала, с начала творения, были даны семь заповедей. Они сейчас называются семь заповедей Ноя, Ноаха. И они стали заповедями для неевреев. И вот тут в нашей главе Всевышний дает евреям первую еврейскую заповедь. Нам даже сложно понять глубину этой заповеди и причины, по которым Бог выбрал именно ее, чтобы ее дать первой среди остальных 613 заповедей. Ее суть была рассчитать и понимать траектории небесных тел и звезд и в соответствии с этим знанием устанавливать начало месяцев. Рош Ходеш. Эту заповедь соблюдали в земле Израиля, во времена Сангедрина, Высшего Суда Израиля, который заседал во времена Первого и Второго храма. Именно в Сангедрин заслуживал свидетелей, приходивших в храм с разных уголков земли Израиля и решил назначать ли в этот день, когда они приходили и говорили, что видели зарождение новой луны, первый день месяца, главу месяца, или назначать его на следующий день. Но в чем такая уникальность? Почему так это нужно ценить? И почему греки запретили устанавливать Рош Ходеш и соблюдать его среди трех строжайших запретов, о которых мы вот вспоминали в Хануку? Нужно понять, что с этого момента, когда евреи получили право самим устанавливать начало месяца, Бог по сути передал нам право управления временем. Почему так я говорю? Посмотрим на это на примере праздничных дней. Устанавливая, в какой день будет первый день месяца, например, понедельник, как было в этом месяце, или на день раньше воскресенья, или на день позже, во вторник, по сути мудрецы определяли, в какой именно день в этом месяце будет праздничный день, будет Йонтов. Рошошана выпадает на первое число месяца, но какой это будет день? Йонки-пур на десятое, но какой это будет день недели? Песах и Суккот на пятнадцатое. Именно в тот день, когда мудрецы определили, что будет праздничный день, в духовных мирах должны были включиться законы праздника. Законы праздника, запреты и предписания, и наказания за них, они практически такие же, как у шабата. И вот если законы шабата включаются в духовных мирах и спускаются в наш мир автоматически, то есть каждый седьмой день с момента творения наступает шабат. То день, когда включаются в духовных мирах законы праздника и спустятся в этот мир для того, чтобы евреи их соблюдали, этот день, по сути, назначается еврейскими мудрецами Великого Собрания. Разве это не уникальная ситуация? Духовная канцелярия подчиняется еврейским мудрецам. И еще одна иллюстрация, возможно, для кого-то она будет более впечатляющей. Известно, что души умерших не полностью отрываются от тела, а существует тоненький ручеек души, которые постоянно связывают душу из мира душ с останками тела в земле. И, к слову, скажу, что это есть маленькая косточка, с которой установлена эта связь. Это косточка луз. Именно потому, что с ней установленная связь души, она не сгнивает окончательно. Идет подпитка энергии. И что самое уникальное, что именно из этой косточки луз, именно благодаря этой связи с ней души, и произойдет в будущем оживление тела, то есть его восстановление, соединение его с той именно душой. Кстати, из-за этого и запрещено кремировать еврея. При кремации сжигается косточка луз, теряется связь с душой. И тот, кто принимает это решение, скремировать еврея, лишает умершего оживления из мертвых. Но это не наша тема. Это я упомянул лишь для того, чтобы сказать, что раз в год, в день смерти, каждый год после смерти, присутствие души над телом, оно усиливается. Душа как бы спускается в этот мир и сутки пребывает над телом. Так установил Бог, такой порядок. Именно поэтому есть традиция приходить на кладбище, читать специальную молитву Кадиш, с добрым словом вспоминать умершего, делать застолье. Этот день называется Йорцайт. Так вот, в какой день душа будет спускаться в этот мир, зависит от того, как установили первое число месяца еврейские мудрецы. Ну, да, мы помним, на понедельник, на воскресенье или на вторник. И понятно, что речь идет о еврейской дате. Другую дату не знают в духовных мирах. Потому что она не менялась с момента сотворения мира. И, по-моему, понимание такой значимости установления Рош-Ходыша заслуживает промежуточного лыхаема. Но есть же и вторая заповедь. Напомню, она звучит. Этот месяц, первый он у вас среди месяцев года, нам заповедано вести отсчет месяцев от выхода из Египта. Именно этому важнейшему в нашей истории параметру Бог определил для нас первый месяц. Около тысячи лет евреи ввели отсчет месяцев числами. Первый, второй, третий месяц от выхода из Египта. Каждый раз понимая в следующем году, что третий – это третий в текущем году наш месяц на свободе. Третий от того месяца, когда мы вышли на свободу. Это подобно дням. Богом определен венец кульминации недели, седьмой день – Шаббат. От него мы считаем дни. Первый день – Йом решон после Шаббата. Второй день – Йом шинни после Шаббата. И так далее. До следующего Шаббата. И только в Вавилоне, куда евреи были изгнаны после разрушения первого храма, месяцам дали какие-то названия. Но, тем не менее, смысл не поменялся. Ниссан, который получил месяц выхода из Египта, это месяц выхода из Египта, Айяр – это второй месяц от выхода из Египта. И так далее. Всеван III и так далее. Да, его смысл и не мог поменяться, не мог потеряться. Ведь это заповедь истории. Что происходит, когда мы называем, а еще хуже, пишем, написанное «Не вырубишь топором». Да, мы помним дату грегорианского календаря. Говоря, что сегодня первый месяц года, мы нарушаем заповедь истории. Потому что в соответствии с первой данной нам заповедью, сегодня месяц Шват, одиннадцатый месяц от месяца выхода из Египта. Если посмотреть еще глубже, то нужно вспомнить начало отсчета грегорианского календаря. Когда, как все начиналось. Не входя в исторические споры, нужно посмотреть, что такое 31 января. И это восьмой день после рождения, то есть день обрезания еврейского мальчика Иешуа, который потом сделали Богом Хасве Халилом. Вести отсчет лет, месяцев, дней от этой даты по сути своей означает признавать и более того утверждать эту дату. Это событие, это явление, это искажение истины. Это означает присоединять и, не дай Бог, ни одному еврею отождествлять себя с христианством. Мудрецы разошлись во мнении, что хуже называть числа со всеми упомянутыми выше проблемами или называть словами месяца грегоринского календаря. И заглянув в Википедию, наших мудрецов легко понять. Январь получил свое название в честь двуликого римского бога времени, дверей и ворот Януса. Январь Иисус. Название месяца февраля происходит от русского бога подземного царства Фебруса и связано с обрядами очищения Фебруар, Фебруаре, Фебрум и так далее и тому подобное. Уже понятно, что какой переполох происходит в духовных мирах, в божественной канцелярии, когда евреи употребляют даже просто эти слова, а еще проблематичнее, принимает на себя отсчет времени с их применением. А еще страшнее заменяет этим подсчет, заповеданный каждому еврею Торой. И понятно, что я не призываю завтра перейти на использование своей жизни только еврейского календаря. К сожалению, даже тут, в Израиле, жизнь еще полностью не регулируется ни еврейским законом, ни еврейским календарем. Мы еще являемся заложниками ситуации и живем в изгнании, вынуждены принимать законы тех стран, где мы живем, и тот календарь, по которому они живут. Однако задуматься, быть осторожными, и не без оглядки использовать числа и названия, чуждые нашему Богу, и видеть в усилении себя в этом вектор движения вперед, вектор изменения, улучшения себя, строить в нем, на этом векторе, свою жизнь. Это наш правильный выбор. Барахавы от слоха. Благословение всем и успеха оставаться евреем не только по матери, а еще, что главнее, по своей близости с Богом, сил всем и выносливости на этом нелегком пути. Остаемся и дальше в поисках смысла.